Я экскурсовод, краизнавец, трошкин историк. Я, к примеру, всего инши, возглавляюся сяпром гранатской организации «Белорусский комитет ИКОМОС». Организация, которая занимается пытаниями Ахова-Помникова во всем свете, в Кожаной Украине. Есть свой комитет ИКОМОС. Центр находится у Парыжи. И с большим объединением таких специалистов Рестауратору, консерватору, людей, для каких эта справа является профессийной. Але я об этой организации включаю за всякие элементы популяризации Упомников. В принципе, про это раз трошки больше расскажу. Я выросшу выбрать четыре наибольшие актуальные справы, якими я постоянно занимаюсь, как раз повесьте, думаю, я не могу сбыть выкористанной тут у Витебска так само, достаточно активно. На две частки я побил, так, у нас две полпары, и першу частку назову так не очень серьезно, систематизацию Ахова-Помникова. Ну, просто хочу одразу обозначиться, что в сфере Ахова-Помникова, что у захаванья спадчаны... Ну, есть вельми яркое разделение. Некие справы должны работать профессионалы, ну, это недовольно, есть рестаураторы, консерваторы, законодавство Ахова-Помникова, шмар чого іншого. Есть справа, которую мусить работать просто громадские активисты, люди, яким помники не объяковы. Мы с вами относимся до другой категории, и одна со справ вот такого вот нашего удела в этой Ахове з'являются, мінавита, турные элементы систематизации, створение неких списов, топ-10 там самых приборжых помников, топ-10 там самых разбураемых помников. Это то, о чем специалист никогда не будет займаться, бо это не его справа, а это то, о чем мы будем в некем справе займаться мы. Ну, систематизация может проходить в разных выглядах, я узноку выбрал два момента, яким я най-частей займаюсь. Первый из них – это пытание унесения у дзержавных списов помников. У нас по закону 2006 года любой объект может быть унесен в державный спис помников. Помники могут быть, я так вельми коротенько, могут быть материальные и нематериальные. Ну, думаю, разумеете, уявляется нематериальный помник, материальный – это будынок, документ, предмет, якея не будет нематериальные. Помник – это топонимика, это некая традиция, это некое рамество, то, что не надо помазать. Вот. Ну, я зараз трошки больше буду говорить про материальные. Коли когось там затекают нематериальные моменты, то, ну, вы спытаетесь, расскажу тогда про это особенно. Как проходить, подать помник на унесение у дзержавных спис, по-перше, а, ну, для чего бы это треба, да? Помник, який знак, будынок, ну, скажем про будынок, ось, гэты, например, да? Можешь наповняться у дзержавных спис, гэты будынок. У списаев, да? Давайте. Как подать вот такий вот будынок у дзержавных спис, его может подать любой человек, любожидаючи. Так, как бы, любой из вас может написать заяву у Минкульт, я ныне ему сейчас разглядеть, и унести будынок у спис. Коли будынок згивляется у списа, на его накладываются, на властника будынка накладываются обовязательства, и властник подписывает документ, что он без дозвола у Минкульта и специальных организаций, не мая права тут нават звяка убить. Ну, так бы, все змены в будынку могут сбываться в отправедности там с пылной процедурой со сгодой Минкульта альбо там адправедных инстанций. Вот. Гэты дозволяе будынок адправедно заховывать и форматься пылных нормативов. При этом, ну, то есть, адразу покамачу, для властника, калі будынок у выходзіч у спис, это такая великая подстава, да? Тому што на его адразу все гэты праблемы ускладаюцца. При гэтым для простого чалавека падаць у дзяжский вспомник падаць досыть нескладанно. Трэба вот чтыры речы зрабіць, зрабіць историчную даведку, фотофіксацію, картографию и заяву написаць. Самая масштабная частка гэты историчная даведка, Я так трошки удужечки обозначил, бо там повинна быть усе. Это, значит, история будинка, калий был побудованный, ким побудованный, для чего побудованный, архитектурные особливости, материалы, с чего он был побудованный, уласники. То есть полная история будинка. Там повинна быть прописаны особливости, отметности. Ну, я вас зараз утокладняю про будинок, подпостиваю. Адметности будинка. Это значится... А чим он у праватности особливый? Гэта не так просто. Бо, вот, например, гэта будинок. Ну, видовольно, что он старый, початок 20-го года, каштованность. А за иншая боку подпомачить, чим конкретно гэта будинок каштован, это треба уже покопаться глубей. Бо таки будинка в Беларуси, ну, там, их ященку на пару сочин засталося, там, по розных городах. Чим он это? Гэта отметный, это треба пошукать. То есть, ци особливость материалы, за кого я побудованный, ци особливость форма, может быть, форма незвычайная, незвычайная, может быть, планировка внутри, захована, аутентичная, вот такая, как была с початка 20-го года, это вельми ценится. Может быть, захованные, там, в окна, вот, минавито, вот, некие лиштвы, в окна, дверные ручки, вот эта аутентичность, дробных деталей, вельми ценится. Может быть, тут же у некий ведомый чалавек, особо некая, сдымала в атео. Ну, вот, вызначить вот этой вот асабливости, який, як бы, плываешь на будынок. Ясче, а, ну, и, вельми, важно, для унесения, гэта стан, теперешний стан. То есть, он разваливается, и он на нормальном стане, и он в большом, ясно, нормальном стане, а где там дах протякает. Гэта, так, самая важная информация. В фотофиксациях это фотосдымки. Ну, 10-20 фотосдымков, взрослых боков, будынка, как было уявление, проявленный помер, масштаб, асабливости. Тут я бы сейчас все просто. Картография. Картография, это на карте треба обозначить, где будынок находится. Это, по-разному, достаточно просто. Ранее, год 10 назад, было складано, в законе было прописано, что картография может быть взроблена на подставе выкопирования, с генплана. Ну, а генплан у нас это шпионов хавают. У нас это забороненная информация. И мы, конечно, в свой час бегали по страшным, там, одно чем раковые могилки, подавали у тебя ж пиздык. Там бегали, может, десяток разных организаций, вынеку нам дали карту гэтага района только у неким управлений колхозов в Минской области. Вот только там сказали, что да не проблема, мы же не хаваем эту информацию. А все остальные хавали, что нет, нет, нет. Зараз, как бы, открыл угол МАПС, жаструковал, нема проблемов. Вот. Ну, и заяву от вольной формы, там, на имя Чернявского, это старшиня управления, холуповников, там, просим разледить заявку на внесение в список. Лепи, конечно, когда заявка подается от них к организации, это посолиднее, ци там, от коллектива, там, не веду, яких нибудь, кандидатов на лук, это лепи, но, в принципе, студентам другого курса, университета, тоже можно подать, обмежеванию, тут никаких нема. Вот. Далее, процедура простая, раз на месяц сбирается рада, рада, который был у Васи Сардарова, та декана архитектурного факультета, ну, такие, как бы, поважные особи. Яны сядают, и, в принципе, яны вот, проглядают ваш материал, и за 10 квалина грошают, ци быть к этому помню, пусть писать, ци не быть. Вот. То есть, ну, коли вы их уразите, они, что-то цикавое, расскажете про это помню, кали добро подрактованное дает, то, яны, ну, яны не сами уносят, яны дают рекомендацию Совету Министру. Ну, а ясно, что Совет Министру там не разглядает, да, им кали сказали, что пропоновали унести, ну, мосить кали, ну, и все тут. Вот. Тому, в принципе, формально, някой складанности унима. У реальности, конечно, все трошки тяжей. Так, ну, это вот, что повинно быть, юристовичные давецы, там, какие материалы, проявления творчества человека. Есть, али есть особливости. По-перше, уже пару год, гэта рада, треху там уносить унесение у Дзержспис. Тому, что им дали зверху наганяя, бо пару год назад этот процесс активизовался, почали уху все больше и больше уносить у Дзержспис помнеков. Гэта не спадабалась, я так разумею, мясцовым там отделом, ну, там, сельсоветам и рай облуканкамам, ну, таму, что исчез, повторяюсь, большинство наших будынков властникам з'являет Дзержава, то есть, там, Аблукан, район, для их таких будынок это велизная проблема. И, трошки спожалися, и Советы Министров пришел загад, об оптимизации Дзержсписа. И его, трошки стучно припиняют его на повеличение. Это значит, например, разглядай заявки, не каждый месяц, как ранее было, а не один раз на 3-4 месяцы только. Вот, и к тому ваша заявка может полгода лежать там. А, одна важная особливая заявка, которую мы вот неодойче корресталися, не велье провожает, конечно, а я так отремнился, кали заявка на унесенню спис подадзенная, то все работы на помнику, на какие подадзенная заявка, повинны припиниться до разгляду, ну, до момента выращения. И, ну, как бы нам это некольки разол допомагало, кали, как бы там, вот, звонят там, а, и там, разбираются, таки, на помнике, да, можно за ножку даритовать заявку, раниться и занести, и уже обед на объект звонят, с Минкульта, и кажут, пробачьте, как бы, подадзенная заявка, пачахайте месяц. Вот, ну, это, сейчас им бывают такие ситуации, что по-иншему просто, просто нет. Вельми важный момент, это сгода уластника, ну, вообще, в этой ситуации, вельми важная сгода уластника, на унесение, не помню, кодзяр спис. Формальная, она не потребная. Хотя ранее было так, 10 год назад, была еще потребна, повязкова сгода уластника. Зараз, и вот, когда мы там, ну, перши объекты, кем мы подавали 10 год назад, раковские могилки, то мы, как бы, примущество Старшиню Сельсовета подписать эту сгоду, там, мы и на Аблова конкам писали листы, на Райва конкам, капельный натиснули на Старшиню Сельсовета, капельный погодился, на унесение, гатар списывал, уники розеты писали, шухеру подняли страшенную, капельный спужался, и подписал. Вот. Зараз формально гэта не трэба, але, ну, в реальности, Минкульт николи не пользен конфликт с областными, церайонными ладами. Ну, як бы, яны, ну, пару разов, я так разумею, обожилися, и, ну, николи такого конфликта в себе не дозволяць. Тому, калі вы падаете заявку, яны звоняць, в першу жаргу уласніку, там, вайю канкаму, абылу канкаму, і кажуть, ць ведаете вы, што пададзіна заявка, так, і пытаецца у їх, што яны про гэта думаюць. Вот. І, в принципі, яны чакаюць згоды, і калі згоды ад уласніка нема, нема, там, ад районна, ці, ад в області нема згоды, то, гэта будзе вельми важной прычыной, капель не унецці аб'єкт Удярський, ну, вельмі сур'йозный. І таму, ну, от ніяка згода, ці нейтралітет уласніка, ну, тачаці, із-за всього, от някіх районних уладів, гэта вельми істотная штука, яку трэба досягаць, з допомога популяризація, ну, прээта от особна різмова. Вельми допомагаюць, такім моментам рецэйція спеціаліста, от калі някі мастырства знавцца, напіше, што да, ніякі активізація у сімі. Калі, ну, чинонники чытають газэты, газэты інтернет-ресурсы, там, опозиційна, неопозиційна, неважна, і тому, калі там за місяць з'явіцца 3-4 патріалу про те, што да, о цьому будинку, там, такі цікаво, тут район цікавий, гэта частка, гістришна ландшавту, і тут ніякі людзі відомі жули, гэта добро. Калі прай гэтым яшча там, не ведаю, нікі фэстік прайведзіны, там, нікі бадовскі, вечар, калі гэта будинку прайсвечіны, плэнер мастацкі, гэта ўсё, гэта ўдзе ўкапілку, тако, каб, гунець ці будинок. І, абошнія, пылны прайекты развіцця. Якбы, формальна, рады немає ніяке дачынення до будучени гэта будинка, яны ўнеслі і забылі, так, якбы, формальна, рады гэта пылны кола спеціалістов, які глядзяць толькі на мастацьку, там, гістарычну каштовноць будинка, ім, теоретична, ніяка, не мае значэння, хто ўласнік, што з ём будзе далі, і вважна, от, ацніць. Алі ў реальністі так не отриміць, ў реальністі рады глядзіць, хто будзе займацца будинком. Калі яна бачыць, што? Ёсць, хто будзе займацца? Ёсць нікі праект, ёсць нікай перспіктыва, яны ўносяць. Калі перспіктывы нема, тады яны, ай, ну і што, ты, ну, унісян, і будзе ано стояць, да, ну і што далі. І гэта людьми часта буваець прычына, якаб пад нікім прадлогам такім, прадлогам такім, прадложам нікім, адхіліць заявку. Ну, гэтам, пынскі, калі будзинок не унісіна ўспіс, рамонт ёго, реставрація, будзіцца ў пяць разу таней, чоб калі ўспіс унісіна. Тому, калі будзинок стоїць так, ну, теоретична, якабы, прадлогам інвестор ён зіго там, нікім ресторан зробіть, йому це не дорого буде. А калі будзинок ўспісі, то ўжо інвестор па нім буде ўкласть ў пяць разу болі гроші, а то і у десять. Ну, якабы, пра вільшіні кошта будзинка зніжаю віра водність, якабы, 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 ўкарістані. Тому, це справжній момент, але ўе як іст. Тому, ну, у нас біли такіі ситуація, що, ну, я біля десь чарасказувач, ўсмалянах, у нас біла заявка на внесіння, ўдярсіпіс, руїнам монастыра у Смалянах, і, ну, якабы, нам неофіційно сказали, що не унести доклады не можам, будь там адне і руїны засталіся, але можам пакінуть заявку на плаву, ну, вот, таку, не адмовіць ёй, проймае, што мы праведзім некі лейтнік ў Смалянах, і не займіюзонімся гатым монастыру. Ну, от неяк така. Такі біраць ситуація. Тому, карадзі, гэта такая трошкі гульня, подача ўспіс. Радзі трэба дэказаць, што будынка ўйць ніка перспектива, як адне дзюна. Такая штука. Ну, прай гэта мякабы, розумелі, што внесень ўспіс не робіць гаранты, што з будынком шо гудзе добра, гэта просто паперка, яка писалі і все. Будынок раставруєць, аднавляецца дякачу іниціативі конкретних людзей. І гэта паперка тут мало што варшає, частей навад замінає. Але прай всім прай гэтым займацца ўнесінім ўспіс трэба. Гэта вельмі класная практика, гэта, ну, асабліво для тіх, хто там пачынаець праві гэта і займацца, гэта вельмі класная практика поглядзець, ну, як працює дзярш апарат, падархтаваць дакументы, бо калі вы займаецецца помнікам, вы, ну, прайна всіх історонійку ізберецца, які нові матеріалы пашукаецца, все это систематизуєце. Ну, і навад, калі гэта заявка будзе адхилена, прайна всіх гэтый матеріалы можна выкарастаць там, іде вывісіць в интернете, ну, гэта некая будзе, гэта, пункт адліку, да, што ўт ёсць некий набор матеріалу, яким можна карыстацца далі. Таму, справа така, гэта не панацея, прай захавані помніка, але гэта вельмі патрэбнэя, карыстная справа, якій, ну, варто хось пару разів позаймацць, якій являць, як це все працює. В принципі, перші з чатрёх справ, я розказав, ці єснікі питання. Ну, тут якось, все просто. Ну, просто, випрос із практики, вони ж не пі... при отказі, коли нету согласія владельця, вони ж не можуть відказати в свізі з тем, що нету согласія владельниця на місці. Ну, да, але я на тоді просто пишуць, що нема масштадській каштонності. Ну, якби зрозумієте, у нас ж, на самій справі, це більшість сапроды каштонних будинків, таких однозначних, у нас унесено замки, там, церкви, каштёлы, там. Коли ви знаєте у себе у районі некі об'єкти, такі, там, некі царква, тамі, яка не унесена, то не проблема. Об'єкти видовочні, з імі, чісті ізвачу нема проблем. Проблема знікаєць з такімі будинками. Коли, ну, стоїць, якби, тут добре, што унесі рані, а зараз, на гэтай год, може буць і унесен. І тут уже починаєць така гульня, і про гэтай будинам сказали, што, ну, што, такіх бага. У Білорусі такіх, яшчі, ну, кашу, пару сотінах, чому не вукарштовнаць. І тут вже треба доказувати. Може, жил хто, може, што іще, може, частка ландшафта важна. Тому просто б сказати, што нема каштовності. Могу пару слов сказати, при нематериальній каштовності. Ну, це некий абрат, наприклад. Тут трошки може буць тяжей, але тут треба зафіксувати сам абрат. Тобто, коли ви вносите неку топонимику, гэта павін ввець списатых топонимів. Коли гэта нікі там раміство, гэта, там, гэта, летіння паесів, то це треба у аутентичного майстра зафіксувати гэта на видеокамеру, пасля писать гэта текстовому варіанте і гэта уже падать. А, забуд сказаць, што падаваць варта обовязково треба в піперовому виглядзі і в електронному виглядзі на сідінь диску. Тому... Ну, гэта штука, яка працює, але не на 100%. При гэтым, ну, варта ёй часам яна дапамагае адзрочыць разбурэнні будынка. Як у нас чар часто бывало, просто пінаўся термінаваць. Хаця б такім варіанте. Просто прыклады. Умеры, там, Дземирскі замок, што було унесено там, уже два гады назад. Домік, права полицейська трыццатых гадоў, ёе унеслі. Бо, прынципі, там була бібліотека, яна ў добрым стане, тут некая рамунту ёсабліво не патрэбна було, бібліотека цельвых, стаў пусты. Ну, не було праблэмным, нікому не замінала. Унеслі з першага разу. Пры гэтым там же умеры, вот такая вот капнічка, тых же трыццатых гадоудравлянне. У драным стане там некий сарай, прычын, тут был некий монастскі ордан жарночы прайдзейничоў. У гэтым будынку хаваўся, як же его, Даниэльштейн, ну, Людмила Уліцкая, русская письменница, пра его книжку целу написала. Даниэльштейн-переводчик. Так называлася. Крацей там габрейскі хлопчик, які падчас вайны став перакладчикам ў мясцовым адзілені СС, ну, бо я не було бачен, што ён габрей, ён ведуў немецкаў. І ён, будучу перакладчикам, ў гэтта ў миры, пакарыз ў евреў, што ёк будын знищаць. А пасля вайны став каталіцким манахам, ну, хаця ў евреў был, з'ехаў ў Израў, і в Израўе заснаваў каталіцку ёмччину. Ну, ён вельмя лядома асоба, там, ну, Израўіне нэво некий судовоў процэс організовываў, ну, што праўхал ў Израў паталіпоў. Ну, ўстаўць. Але, ну, згимзла зана гэтта ўнецца. Тоўс, в пынцзіпе, з гисторычныя позиціў вельм тікавыў абект. Але стан абаякі не ўнесли. І нават, ну, сказали, ну, што ў такое падаўча. Хотя абъекты одного часу, мастацкая вартоўс, тут тоже немалая, все-таки драўлянна архітектура, але стан будынка ўста. Ус, да, таксам пад Минском, такая пирамидальная каплица, вельмецкава пачатку 19-го аставодзе, таксам, стоўць на могилках, ўбе нікому не заминая, адказныць взаўе немалі і не трэба, там ж ничоў не праводзіцца, ну, утрэн на галунчоў не ўбадзе, тоўсць, унеслі, бо яна мало кому патрэбна, ўтэму и внеслі. У Гродна два гады назад таксам была сітуація, гэта, 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 кашары императорскаа войска, Российской импері. Пачаток 20-го ста годзе, не ўготыка, там ўнутры нам адбылі надпісы революційные 17-го года, там, што там за революцію, тоўсць, ну, насычыны гісторай об'єкт, стоял там, адзе, на другім борам дзе раззіўнёмана. Ну, караці, была ідея ўтым, што тут палнавалі пабудаваць някі гіпермаркет, і таму, віддавача наўго знеслі, і адхіліли нашу заявку, ну, таму, што тут був инвестор. І, не калеччына тоў, што будынаку добрым стане, з гэсторай, і всім астатнім, ну, как бы, обмерковывалі долга, але, урешті, инвестор перамох. Таму, ну, дачынай, до гэта будынка, калі б гэтым будынкам актавісты затікавіліся гадову п'ять назад, і почали там, не веду, праводзіць попачнікі мероприемсквы, некі гісторы, некі там не веду, віду сюжет знялі, у газетах почали писаць, то инвестор бі, нам дзестр бі веду, што тут няшто отбываеце, може бы шоў боку. Ну, не факт, не гаранты, але это бува вераводнасць. А тут, ну, як часто бувае, прачнуліся толькі тады, калі даведаліся про инвесторційны праект. Ну, а тады ўжо, як би, там, може заплочаные, і ўсё. Ну, это як приклады просто, што куды, ў які бок. Другая тема, гэта некрополістика Беларусі. У нас ўсць целы, мы сайт запустілі, 2 годы назад, некрополі бай называецца, сайт прайсвечэнны беларускым модулкам, гісторычным. Гэта тема вогалі така, ведаліце, ў нас забыты. У нас ўсць бігаюць, кричаць, там, замкі, палатцы, сядибы. А пра могілкі, ну, вот, реальна, ў нас, ну, ў нас немаў некрополістка Беларусі, вот, на Букову. Ну, ўсць, там, 3 чалэки, на всю країну. У нас ўсць, ўсць, ўнісіна, калі і прыбраць війські пахавані всякі, ў нас ўнісіна літеральна, може біць 34 могілкі гисторичні, ну, там, Мінська кальварі, ў Брэсті гисторичні могілкі, ну, і може, пара десятків особних гисторичних пахаваніў, там, Колос, Кубала, вот, ну, такі, важны, особи, ну, може, трошки бочі, пара десятків, паусотні пахаваніў. Ну, напраўду, мало кого тікавець, да? Гэта такае, ну, стоїць і стоїць, калі будо ўсць не розбараць, то скажуць, а, я, я, нехарашо, а, актуалізуваць гэту прастору, нешць спрабаваць ё і зрабіць, да, нех, там, хаця б сабраць інформацію, у нас гэта мало хто трубуецца, то мы варашылі, вот, трошки, гэту справу пактуалізаваць. Ну, нас, найперш, тікавець, не може ёркі вядомых особо, бо зіімі-та, дай Бог, боўш, все будзе більш-менш нормальне, нас тікавець, минавіта пахавані, які знікаюць, да, гэта, ну, пракваць, с кограны, здаець, о, та, з дыма, да, гэта, 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 ляжўна паудната, і, ў, от, о, гэта, в, минувамгодзі мы і ще раччитаюць, раччитаюць, знаўчь, інформацію, хто пахаваны, даты і все остатніе, до 60-х, это все, ну не 5, уже 10, да, эти земли будут засыпаться. И эта информация изникнет. Так отрывается, что очень часто вот такая надмогильная плита, это в принципе одна информация, которая есть в населении про человека, который здесь живет. Там в архиве уже мало что знали, да? Ну, хотя он там был не генералом, а просто там, где-нибудь столерами и писарами, да? Но это так самая крупная корыстная информация. И она поступово, марудно на белорусских могилках зникает. И мы решили поступово это все хотя бы частково заховать. А, ну вот это вот Раджу Вительску у вас просто газетники прочитали в интернете, в тим годе никто рабил приборки на могилках. Вот они у вас все стоят закинуты, и она не вердет. И, ну, то же самое, похиленные кражи, и вот эта вот справа, то есть сейчас стоит крыш, не понятно, кто похованный, да? Как бы и придут некие там молодые анаторы в руки, ну, как бы, один раз стукнуть, это отвалится табличка и станет безымянное похованье. Унизу то же самое, кавалы горбиты, но еще по куль можно прочитать, это нам все прозвища. Вот. Среди под землю тех эксплуатур приедет там, ну, грабанини там, где треба, как бы, изникне над могилей, изникне человек. И с этой наготой мы вот сделали такую сторонку, некрополь Беларуси, где каждый ожидающий может додать те особенные похованье, те целые могилки, и великую базу дадзеных, да? Где они все систематизуются, ну, где створяется великая такая база дадзеных, к похованьеу, ну, умовно до 1950-го года. Вот мы такую умовную сагетату сделали, как отмежевывать старые молюки одного, ну, сучасные похованье, их там систематизуются, это все спецкомбинаты, ну, подеемся про нам все, ну, систематизуются, там южного сайта есть, где она часто его выкладывает, то есть там, починаючи, я так разумею, в годах 60-х, в принципе, ведется некая там, ну, списы, а до 1950-х годов, до военный период списываний никто не ведет, их в принципе нет. И, ну, вот мы объединяем волонтеров, ожидающих, кто приезжает на могилки, чистит, прибирает некие, там, закинутые старые висковые могилки, при этом поднимает надробные плиты, ну, там, разчищает их, просто переписывает, фотографует, переписывает, ну, надпись могильный, и особой карткой заносит, где-то на мой сайт. Ну, на сегодня описано, когда 40 милок по всей Белоруссии, и, ну, там, две с половой тысячи прохований, ну, вельми не шмат, это такая специфичная работа, а не все люди разумеют, в общем, для чего это робить, ну, годы какие-то, зачем, ну, хватит на эти банки, что там, вот, как, с насторовой ставится. Хотя, ну, на самой справе, видите, это такая, ну, одна спрочин, чому я, вот, саня, сильный до этой справы, бо тут вельми цяжко нашкодзить. Ну, займаючись, робячи там некий волонтерский летник на кем замку, да, то не ведаешь, куды сунуться, бо, ну, за счетом можешь неже нашкодзить, да, там неже нечто поставить, неже залить, неже пройдешь, там, пошнешь с метера сграбать, пол стены свалиться, ну, то есть, ну, такого не было, але, ну, так страшновато за счет, не ведаешь, куды, куды лезть. А тут, как бы, на ваш школьник можно працелать, бо ясно, что, ну, все спокойно тут, можно працелать, да. И у нас все мы с ТВП боятся школьников пускать на Непрополе, ну, так само, там, ну, вот это, там, тема смерти, гелька, хотя, когда не пройбирать могилу партизана, то, да, конечно, и каждый год, ну, езжешь, да, там, у нас, когда-то, часу даются классы до этих партизанских могил прописаны, и ходят пройбирать. А вот, как пройбирать, там, ковалок, да, некольких квадратов особенных могилов, почистить и переписать над могилой, у нас, ну, это не кличница, ну, нет, как детей, подведешь туда неправильно. Вот. Ну, мы вот распорцевали, там, невеликие брошюрки, и сейчас пробуют ездить, там, кто открукается по неких крайзнавших городках в Минской области, и пробуют доказать, что, ну, вот, больше патриотичного деяния и патриотного, чем это, у Беларуси тяжко снести, да, чем 25-й раз повезти на, допустим, по нументу победы, да, ну, его треба сходить, ну, а лишь, как бы, когда только тут и ходится, то, ну, это без сенсу, чем, там, ну, вот, займаться таким переливанием с пустого порожня, да, как часто у нас робится в этом патриотичном выховании, лепе возробить конкретную справу, прийти, описать, а это такая работа достаточно интересная, ну, на самой справе считать надмогильный надпись, это, ну, бывает целая эффективная история, да, там, бывает, пальцем сидишь, проводишь, поколь, вот, рукой починаешь почувать, что там написано, а это, вот, самые качественные моменты, потому что, когда ты рассчитал, а раз два года, потому что никто не рассчитал, это как бы захавал фамилию человека, ну, дата народжения, прозвища, может, не так шмат, ну, вот, конечно, да, в Минске есть инициатива, которая занимается, это, вельно, так, активно, фонд Крыловский запад, и они у околи, ну, уже две книжки выдели по моделках, вот, Лябань под Молодечна и Лукаковские моделки, то есть они пришли, за два года они описали, подняли надмогильные плиты, промалевали белым, как было видно, все надписи надмогильные, сфотографовали, пройшлися по месту, попытались историю этих могилок, и все это скомпоновали в такие, вельно, прогожие книжечки, там, Лябаньские могилки, и Лябаньские могилки, где есть история местечка, вспомины людей, список 200-300 надмогильных плитов с описаниями, и, ну, биографии самых, ну, тыкавойных, значит, неких любитных особов, просто цикавых людей. Ну, и это так, приемно и поднимается, это частка, важная частка краязнавства, и они сюда эту информацию залили, ну, вот, конкретно, именно это, базу датьяных, это имен и прозвищи, ну, и на сегодня это уже таки неблагий пошук нам для навуковцев по прозвищах, знавестинника, уже, нам уже пишут, ну, не часто это отбывается, или бывают ситуации, коли, ну, там, коли человек пишет, о, там, это мой дед, да, это мой прадед. Была в уголе ситуация с Вильям, написал дед, який намогил, как подвязанню, это под велейкой, ну, вот, бачил нас у спися, могилу своего прадеда, який помер, серезин 19-го стоводи, ну, то есть, ну, он сам старый, там, прадед его, вот это нечто, там, серезин 19-го стоводи, ну, и там некие биографичные дадены, да, у этого деда, вот, а это вот закинутая могила, подвязанню, да, у них кто-нибудь устава баги, ну, некий ковалочек информации, местцовый, вот, локальный, мы знайшли, прозвучит гэтый сайт, да, выкопали, и вот, видавшина сник, мы ухапили, вот, можно сказать, уапошли маман, некий ковалочек, про особо, проникло особо на месте, вот, и, в это время довольно терминова проект, было задача, ясно масштабнейшая, как бы, у нас этих могилов, 19-го стоводи, чуть в Беларуси на полу сотни, их всех описать, это вероятно, але, ну, спадеемся, что, все больше людей будет улучаться, и, такие вот, все белорусские некрополи, открывается, зробить. Особное питание, похование ведомых людей, будет, так само у нас, в этой справе, мало кто занимается, но, ну, на Витебшине, есть некий, вот, каталог, ведомых людей, да, где это, похованные, конкретно, у нас, у Минска, мало кто ведет, что я покупал, я покупал, я покупал, ну, вельми проезжаешь, здесь, на Могилке Росова, да, там, у Кракови, у Львови, там, у Чаковской Могилки, ну, в Москве, у Питера, так само есть своя, а у нас, на Могилке, на Войсковой, хотя это, от маршрута, звучайного экскурсийного, это, там, 50-100 метров, от проспекта незалежности, у нас, годы у Рады, когда там проезжает автобус, хотя, ну, цитаешь московские Могилки, где там, и Машеров, и Выков, и Борадуллин, там, Бруслан Салей, ну, целая плеяда, ну, никого не заходит, ну, вот, вот, вот зараз на фестиваль, выробили, да, там, экскурсию, а так, веберы, это бывают некие экскурсии, ну, вот, у нас, почему-то, не принято, приходить до Могил, да, неких роддомных людей, и, ну, не делали, июня, я не бачил, как был некий, такий вот, ну, на вот, таких штоп-10, да, самых важных, похованных людей, то есть, ну, конечно, была на годы, с другого, поздно вести, похованных, вот этих вот этнографов, таких, ну, умовно, западно-русских 19-го, с тобой, да, ну, Сапунов, Романов, там, Никифоровский, и все остальные, с великой тяжкостью некаких, тут нигде, вот, в Витебску нигде, не помню, кто был Сапунов, и кто, на неких сниженных ногах, был похованных, значит, такой, вот этих банальных списов, да, просто доведаться, неких, там, генералов, нету, поэтов, письменников, нема, хотя, ну, сгодите себе, это было бы логично, нечто такое, заблеву наш час, ты не на голову у мамс, там, тыкну, тыкну, вот уже карта есть, вот, ну, это же правильно было, да, иметь некую карту, самых ведомых особо, похованных, там, неведом на Витебске, ну, это не складано, але, вот, чомусь ци, это дикаво, але, чомусь ци, все это выходит сбоку, эту тематику, похованню, вот, ну, причина ясная, ясно, что такая тема, зного боку, услышанная, да, вот, вельночистая, да, вот, и так называют, мобилки, это, место, где сутыкается, узвышанная, да, и брудная, ну, натурально, что ясно, что есть вот это, некое вторжение, я хотела пересенсовать, я хотела пересенсовать, это разумеет, что, мы можем туда ходить, как, ну, нечто памятать, ну, шановать, вот, таму, я вот, с таким практичным посылом, да, может быть, у вас так само, ежешь, это, ну, ну, есть, где прикласть, группу, и, сделать, конкретную работу, на полгоды, спокойных, таких, описаний у, могилок, там есть свои методики, я просто, зараз про их рассказывать не буду, ну, в принципе, там самое главное, просто побить на квадраты, да, могила была привязана, да, как квадрата на могилках, все остатние, фотоаппарат, по перкам, пошли описывать, вот, вот таким выглядят, картка, где имя оригинальное, в белорусском, дата народжения, дата смерти, индекс, кем обозначены на могилках, и надмогильный надпись, вот, унизе, еще есть форма, где можно дослать информацию, то есть, она одразу не публикуется, и она до нас приходит, то есть, когда человек не вставит про эту особу, он может дослать информацию, и, ну, вот, часом, бельно цикавые моменты выплываются, вот, ну, это с гаджаном у нас, так, то есть, часом, могилки доводится самим вырубать густов, я бы, это заросники велизны, але, вот тут, у гаджанах мы, два годы, по два тыни сядели, как вырубить все, и т.д. описали, ну, там была по трем краеве конкама, когда нам допомагали, то мы решили по серьезному заняться, вот, но, а зато описали, полностью там, может, полтысячи похований, с 30-х годов, 19-х годов, в т.д., в т.д., зато, и после, он с местного приехал, и эту капличку, какая я задаю, ее не ядновил, вот там стало чисто, велосъеделись списы, и он адновил вот эту капличку, т.е. такая некая працива перспектива была, вот, олег, они могли быть чистые, аккуратные, тогда ты, как бы, варвар так этим заняться, вот такими списами у нас идут, пособных, мы створаем карту пособных могилок, и туда додаются, навешиваются особные, над могилей, вот, досать зручно издается система, хотя сайт, конечно, в том числе, вот это працовывать, вот, а лея, ваза дайзинах, працует вели добро, и, можно есть и пошук особу, я бы, захочется. Какое самое древнее, самое древнее маниво в Смиске? Ну, там, 1790-е, это было на годы, ну, у нас просто такая штука, что это, 1790-е годы, это Минская кальвари, там, святам у Хаваны, у, под стеной, у храма, у Минскую, вот, у нас, просто, у нас муилки начались являться только в почетку 19-го стаготе, бо, у середневекшу, муилки знаходзелись у центры города, и, только в 18-м стаготе стало зразумело, что, гэта гады санитарна, и, тады, ну, эпоха светы, короли пачалі давать загады, выносить муилки за межай города. У нас это отбылось, уже, когда была Российская империя, т.е, это был загадка цярыми другой, и муилки пачалі выносить за межай города, и большість муилки в Беларуси пачынаюцца с, тис канца 18-го, тис пачатку 20-го стаботе, ой, пачатку 19-го стаботе, ну, на новом місце, вот, и таму, ну, вот, как бы, наиборшу так. А пиранхэтам хавані, калі казаць бажасим, середневекшу на пахавані, то там звичайно каменные крыжи, на яких, ну, просто нема надпису, вот, таму, найчастей гэта вот, самое раннє гэта, там, 1780-е, девяностое, нечто такое. Муилку сюды шмат, и, гэта ж можна, я гэ, ну, про мэксэнси, патриотичные акції, вот, описаннень, систематизація муилок, это вот, само то, там, гэллігодзі нєдзі на вода, звертайся, я гэллігодзіся, гэллігодзі, гэллігодзі, гэллігодзі. Принципы палярзіція, гэта гэллігодзі, 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 гэ. гэ dei гэллігодзі, 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 он гэллігодзі гэллігодзі узбärізь, гэлллігодзі як гэллігодзі на сама жалу, гэллігодзі наörігодзі� Odмиргадзі гэлл-dtамен șавувацігна вх以上 Dowуд here네요. 이�алу гэллігодзі 570 fatrZY. either мэллігодзі звиба дзELLENRE Studios dodge 270 lid modo, И с позиции выконания нормы консервацийных, венецианской харты, эта харта, которая регламентует все нормы консервации и реставрации, там ничего не порушено у мирским замком. Там нам лифт стоит правильно, потому что на том месте уже было разборано до початка консервации. Вот там на месте лифта, и значит там ничего не порушено, и значит там все нормально. Вот когда б там обновили под средневек, что все зарабили, не было лифта и были бы только средневечные лестнички, каких там не было, а какие придумал архитектор, чтобы нас порадовать, вот это было порушение венецианской харты, ибо это был бы подман. Потому что нельзя отбудовать то, чего не было, чего мы не ведаем, навык или нам не хочется. Но это так, как приклад, я не говорю про то, что лифт добрый, я говорю про то, что есть полные речи, которые, может быть, нам лучше не лезть так, больше слухать профессионалов, потому что там есть свои такие нюансы, которые мы далеко не все ведаем. А вот наполнять жизнь полные объекты, створать вокруг их некие эсэнсы, информовать про их людей, это то, чего мы можем с вами займаться. Бо мирский замок, это не только там рестаураторы, которые там ничего сделали, да, это еще и десятки продавцов сувениров, которые облепили этот мирский замок до всех боков, да, и, хочешь мы или не хочешь, они створяют участку уражения про этот замок. И, как бы, это одна форма популяризации, такая прибытковая для этих людей, ну, просто, как пример, что напомник на его захаванность можно вплывать верным по разуму, по разуму. Ну, просто форма популяризации, да, как бы это может быть волонтерский летний, информационные материалы у газеты, некие мероприемства, концерты, фесты, пленеры, экспедиции, конкурсы. Ну, тут я просто, вот, я только опошу неколю-то там жил. Десять год трошки отсочиваю ситуации с разборением неких объектов в исторических районах. Верьми часто причиной разборения является той, что банально страшнящие советы не ведаем мастерской каштонности объекта. Для его это некая руина на балансе. Ну, вот, за прошлый неколький год попали под разборение, там, время цикавой волны по Беларуси, да, там, початку 20-е свободе Лугоминской областью облит на бурну пятиповерховку в самую великую Беларуси. Но для старшиня сельсовета это, ну, как бы, пятиэтажное здание в дредном состоянии. Ну, и, как бы, все тут. И, как бы, ему треба те одновить, те списать. Ну, те одновить, те разборить. Но он не может его покинуть в таком выгляде, вот, на пау разборенным, да. И, как бы, ясно, что он не задумывается про обновление этого объекта и важность его для будущих поколений. И он, как бы, снес и забыл все. Вот. Вот. Зараз та же ситуация у Смоляных, вот, в Витебской области, Аршанский район, я там про Смоляных трошки больше что расскажу, там седиба помещика Титова, такий там, это сельско-господарчик Олежский, здесь основывал початку 20-го столетия. Седиба сгорела под час войны, и на вторых подморках будинок Драуляны обновили в тех же формах, но трошки изменены. И зараз его так само збираються зносить, в сенсии уже там в мачном процессе идти, бо, ну, як бы, причем, он у центры парка, там, побач, стайни, господарчих побудов, лигель, царляны, Драуляны, то есть это центры великой композиции. Ну, а лишь, как бы, директор это колледжа, там, лицею это зараз, и она ж не задумывается, ей списали зверху загад, как бы, и будинок варийным станет аварийным, сносите, и ремонтуйте, грошей на ремонт нема, и она сносите, как бы. И она теоретично разумеет, что так, это так само каштовано, что, может быть, было бы, вот, але, ну, есть реальность. И, верьми часто, проведение некой движухи, вот, каля объекта, да, створение некой информационной фоны, оно вплывае на вот этих людей, которые принимают решение, бо, яны разумеют, что, когда яны с гэтым будинком, какие-то, не у список, ничего, нечто зробят, то, где-то что-то облобится, и яны с этим разумеют, что идет, да, как бы, яны с ней контролируют ситуацию, а потом журналисты приедут, а вдруг тут что-то не так, и яны тогда трошки, как бы, аккуратнее себе поводят. Ну, просто шмак было таких прикладов, когда бачено, что, вот, вот, когда, там, некий объект, вели, там, я-то, зеленый маршрут, и летом, рано, там, да, это, камень какие-нибудь, так само, лын, пошли, вот, велотуристы приезжать, ну, в Минской области у нас уже активно так ездят, и, когда есть, там, некий веломаршрут, то, там, за лето, там, много людей можно приезжать, вот, и местовые бачить, и, там, страшнейшие советы бачить, что, едут люди до объекта, они что-то там рассказывают, и, как бы, ну, тогда, трошки меняется их ставленник, а, лето, что, газетники прочитают про этот объект, по нашу памятнику, вот, у звезды, да, там, в Советской Беларуси написали, как бы, для них это повышает статусность объекта. Ясно, что это не выращающих проблем, это мало проблем выращает, а ле, это то, что мы можем зарабить, это то, что все-таки уплывает, ну, на выращение будущих проблем. Ну, и для того, что, видайте, причина незахованостей объекта в том, что его частично все нема функций, что состоит будынок, який не вадома, что робить. Мы не можем зарабить во всех исторических будынках музеи, да, мы их, кстати, все ненавидны, где живем. Вот, что, окрабля музея может быть в историческом будынку, это за счет этой питания, вот, когда мы придумываем, что у них, мы можем шукать инвестора, да, можно о них что крутить, думать, и пошук формы, что может быть на объекте, там, закинутым лын, там, японская седиба, каплица, не ведаю, там, паштовая станция, там, 19-ая столетия, что ей может быть, цикавого, корыстного, и, ну, чтоб давала нею поддачу, вот, коли придумывается лето, тады, вдалене, нигде размова, тады, можно казаць, мы шукаем инвестора под лето, да, там, пропону, там, не вяду, уладене, что такое. А такие думки, идеи приходят, именно это, коли займаешься популяризацией, проводишь некие мероприемства, пишешь артыкулы и все остальное. Тому, как бы, таки, вот, великий уступ, на пункт важности, такой, вот, может быть, малых кроков, да, по окол помненька, в началости проведения. Смоляны. Мы, адзин спрыгал, да, вот, што мы робим, гэта, починаем робить, мы другий год, патрушки займаемся, смолянами, Варшанская района, вельми цикавый объект. Гэта вёска, ну, то есть, великая вёска, где заховалася аждно пять вельми важных помников историчных, ну, там, думаю, ведаете, ну, ещё раз обозначу, што, замок, пачатку 17-го стабодзе, Санкушкау, гэт, доминиканский костёл, в честь 18-го стабодзе, гэта, 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 мазящ, гэта, 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 зверкаланд, это могила Шазана, ну, цикавая жизнь прожил, у себя брата Мицкевича, геолог, поэт, письменник, музыкант нават, и, да, тримался, что обождение этой жизни провел там, и там похованы разом женки. И причем это только основные, там еще, невеличкие объекты, забудовы и все остальные. При этом, ну, вельми закинутая место. Ну, туристы тут трохи доезжают, но частей поляки, які до Шазана едут. Вот. Вельми мало там людей, и мясцовая, локальная сутпольность такая, трохи млявенькая, ну, не шторобится, але вельми по-тиху. Вот. И два года назад нам пачали разбираць монастыр, вот, слева, тут нажали не бать, слева от костела, одноповерховый будинок, який колисти был монастыром домиканцев, посля стал станцией МТС, у советские часы, и, ну, зараз по руине стоить, вот, его пошли разбирать, ну, то же самое, с бутинок накрытый дахом стоял, все нормально, его вывели эту тракторную станцию, он не как и год постоял, и посля пришел заграть вверху, это руина, давайте с ней что-то делайте. Ясно, что никто там никаких планов по обновлению не плановал, и Рашири по худенькому там на месте, взяли сруйновать, да, при том, что он стоит у околной зоне от костела, костел-то Успис унесен, давно уже. Вот. Рашири, котлованы вырыли, пошли руйновать, и православный батюшка позвонил в Минск, ну, он просто был наемый сябром одного зерканоса, и сказал, что уйду из католическую святыню. Ну, как бы, вот. Ну, таки был великий классный там святарь, сейчас Александр Морозов, на жаль, забили его два лет назад. Вот. Ну, вот таким чином позвонили, мы подняли тогда шумиху в Минкульте, там, ну, там, некто на вот прессу позвонил, там, Радует Свобода почала там звонить по всех номерах, ну и все спружались, испынили. Вот. Подали заявку на унесение, и не унесли, это объект, ну, а я вам с того часу пошли рабитники и летники притягиваться архитектору, как нечто там, шукаць форму захавания гэтых объектов. Вот. Хотя б руинах, да, и притягнение уваги. И одна сформу, в этом мы сразумели, что, ну, мы не можем заняться обновлением замка, да, тут неясно, что уголе можно обновлять, никто не ведает, как выглядел. Мы не можем заняться костелом, ну, по-перше, это справа католиков, от парафии там нема, ну, по-другому, так само верность на данный объект, то есть это не для волонтеров. И одна с первых кроков, который мы можем заработать, это банально провести, ну, там, из парно-науковых, по-моему, про их не буду говорить, а не один из важных аспектов, это просто притягнуть увагу людей, как бы туда пошли ехать туристы, как бы там заявились туристические маршруты, бо от великого, большого потока людей, как бы, з'явятся некие идеи, может приедет некий инвестор, нехто хату купить, некие мостаки там поселятся, а мостаки там кожно-кот робят пленеры, ну, вельми проложим место, вельми такое, энергетичное, вот, нехто купить хату, нехто нечто, нехто почти некие сувениры продавать, и про это может початься рух, який, ну, раз неколький год знойдется грошу там, может, даже для приватных инвесторов управляемся на консервацию, хоть в северской церкви, ну, это самый простой объект из всех этих, вот, и мы, ну, почались просто, зараз распрацевали, летничек зарабил, распрацевали, а еще не поставили, вот, вчера не будем ставить шильды, каля кожаного объекта, информационные шильды, вот, 3D-такую модель, которую мы зарабили, каля церкви, костела и замка, вот, ну, ну, приблизно, там, так как это выглядит, текст по-русски, по-беларусски, жуявы, как-то, просто как туристы, а, индивидуальные туристы, в принципе, туда приезжались, так, как бы, люди некую информацию имели, про то, что в этой заместине. Пашля, вот зараз в раскладцовце сайт находится, простенький, или сайт про Смоляны, какие там цикавые объекты есть, что можно наведать. Вот зараз у нас просто шмат материалов, которые мы систематизуем. И какие уявы, там достаточно цикавых исторических подей отбывалось, там шведы нападали, казаки, там сангушки, вельми цикавый исторический род со своими таемницами. Вот, все это извести, это не менее складальная работа, ну, трошки часу потребую. Звести все это до некого сайта визитовки, который ехал, мог ведать, куда приедет, как зацикавился туда и поехать, ведал, что там кобач есть, ну, как туда автобусом доехать, как велосипедом, где что можно купить, там можно один первой ночи. Вот, запустить такий сайтик. Ну, это все чисто волонтерские инициативы, как притягнуть увагу до этого месяца. Вот, и, ну, вот, за лето, я сподяюсь, зараз с нами працала архитектор с Полоцкого университета, и зараз туга эта справа идёт, но мы попробуем притягнуть, как официальная практика студентов Полоцкого университета, архитекторов, проходила мне это в Смолянку. Бо на территории Витебской области это один замок, ну, Мурованы, и, как бы, там такий ось молодой архитектор, выкладчик Андрей Веригар, и он сейчас пробовал своих студентов на любую потягнуть на это Родинская область, но туда не пускают, потому что это не Витебская область. И, как бы, ну, им же нужно, чтобы это было официально. И мы зараз, ну, не стою в администрации так сумнём на это глядеть, а ле уже некие взрывы есть, можно отримаяться, как летом сюды приезжали студенты, архитекторы Полоцкие, так, как бы, как бы, ну, некая такая трошки движуха почалась, да, в этом месце, бо там цікавые не тоткі вот гэты объекты, чёрненько позначенные, а ле взятая территория вокруг их, это, видьми, пульвожая дравлянная забудова, трошки да военная, эти адразу пасля военная, там ландшафты захаванные, вот, с тыс часов, як там Наполеонард намалявал свою картину, где ся рейс на 19-е штабосе, там вот, ну, ничё не поменялся, ну, вот, сурьёзно, а мачту ничёга. И захаванне у всіх этих дорожок, гэта так самая, как бы, важная частка работы, и калі там тут бегать, вот, студенты, архитектор, я думаю, што там не, жы, чё забавліць, больше актывно, может, кэшчэ таблички, кэшчэнни, кэшчэнни з'явятся, вот, таму, такий у нас план, уж днём не будем робить, ещё один лейтник, не дюйся рейдень на тыдень, може, може, ещё нават, и археологу запросим, може почнем, на расти раскопки каля замка, вот, так что, запрашаю, будь ёжжэнни, проезжайте, вот, ну, это ж ваш объект, я говорю, в принципе, Витёвская область, вот, то, будем рады бачыць, ну, вельм, цікавэе, натхнённое мэсце, якое, вот, мы спробуем, не с тими, не збоку, там, аднаулення, помненько, бо мы гэта не тянем, а збоку, мяновито, створэнг, информацийна расяродзя, куды люди, прыдуць, може бэць, и профессионалы, сами затікавецца, прыдуць, натхняцца, и, ну, той же люджы, да, замок аднауляет члээк, які просто там нарадзівся, зарабіл кавіць, мая полны грошы, вольны час, і он вон, ўжо 10 год, якбы, аднауляе заново, да, ўжо око ўхо ўхо шматышек людзей, і, прынсіпі, там, лады колонок рапоць зробли на іниціатії, і, ну, на гэтам щас прайва і робецца, на самусь праве, а дяды тадо, каб таке цёлек прышыл, часу може ладка падрахтаваць вот акую падушачку, да, якбы, информацийных материалов, некая супольность уже, где может нечто народиться. Такая вот такина керуноктейность. И это датычно можно применить для любого иного помника, абсолютно для любого объекта, который хочется популяризовать. Но это постоянная проблема, когда мы вертаем вам напомник, когда уже экскаватор стоит под ним, у нас такая каштовность есть. Варта по части систематизации, вот это сквозьте топ-10 самых важных неаптуализованных помников, и подумайте, каким из них можно было по части вот такую работу вести. Проспять год, когда подъедет экскаватор, у вас уже было три книжки, пять видеофильмов про этот объект, некая традиция концертной деятельности, там идет концерт около этого помника, и вы сказали, ну куда уже экскаватор? У нас вот тут своя история пятигодовая помника, ну вот конференция тут проводилась, и все остальное. Не дивно это уплываю. Ну это важный фактор для захавания объекта. Вот. Наступный и опошенный момент. Одна из, ну вот, у нас отрималась, наиболее яркая форма популяризации, фест-экскурсоводы, которые мы начали проводить в 2009 году. С початку в 2008-м мы все это примерковали до Международного дня помникового местина, 18-го кроссовика. И мы в 2008-м годе, когда только собрались, ну думали, как это свято означать, и вышли провести там волонтерские приборки в разных местинах в Беларуси. Ну, в Минской области в основном там провели, штук шесть дается. Ну и так это было так. Ну, может быть, человек 30-40 поудельничало, ну так, млявенькая то суть была. Вот. А после вот одного из наших севрова появилась такая просто шальная идея, мне этого с початкой не сподобалось, вот провести фест-экскурсоводов. Попросить в один день всех экскурсоводов, ну, кто сможет, провести бесплатную экскурсию по районе, где, ну, вот я сам живет, да, и провести в мясцовую, по мясцовым районам. На самой справе вот это часто. Знищение помника связано с тем, что сами мясцовые люди не ценят его поштовности, да. Потому что если мясцовые ценят, тогда надо открыть экскватор подъезжай, и они сами начинают звонить, потребовать, ну, что же делаете, там, могут, например, экскватором стать, когда для них это важно. Вот. И верьме важно засевровать увагу мясцовых на тих объектах, побежда, кем они живут, что, ну, а ты же вот живешь тут, вот, прохожешь для такого дома каждый день, ты его уже не лечишь каштовностью, ты едешь в Ниасвиш, вот у Ниасвиш красиво, а тут, на родине, тут, ну, какие ж тут памятники. Вот. Ну, вот, ну, это, ну, это, звичайная психология, ну, это же правда, мы ездим на экскурсию в иншие города, мы не ходим на экскурсию по своих городах, по родных местах, ну, это, как бы, ну, Богу ли, как бы, Дима поддаётся, ну, вот, пойти на экскурсию по своей городе, ну, это же, как так, мне надо ехать в Барышке, я с Вишу, куда-нибудь из воды. Вот. И вот такая вот идея возникла, и мы ее, по-першему, реализовали в 2009-м годе, ну, и тогда мы провели, когда 30, сдаётся, экскурсий, по Минску, и запросили, ну, так само кинули клич на регионы, ну, там, по регионах, может, штук 20, может, отрымалося экскурсий, провести, ну, в сумме, может, 700-800 пришло на, ну, был не шмат рекламы, и, ну, мы бегали за экскурсоводами, справляли платформачить, да, бесплатно, но только две годинки, шмат не надо, и не без автобуса, ну, пешеходная, и не обзорная по Минску, а вот что-нибудь цикавенькое, да, у нас цикавил, ну, это, вот, формат не стандартных обзоров, когда мы начинали, по Минску было, сдается, трех и сильные экскурсии, Минск обзорный, Минск спортивный, и некий там еще Минск, вот, ну, что-то вот такое, да, и больше по Минску, ну, часом там некий историк, историк Сусукевич, он трошки водил, такие локальные экскурсии по Минску, в свое, а так вот, ну, не было тренду, вот, пройстись по родным городе, да, и, ну, так, не одразу нас разумели, але, вот, уже на 2-й, на 3-й, на 4-й год, вот, в этом годе мы уже, 6-й год проводили, там, в минуном годе был первый рынок, и уже, ну, не требовало за людьми бегать, то есть, мы сидели на телефоне, примали заявку, что я хочу вот это провести, я хочу это, то есть, задачи, ну, выкрестывались две, а, с одного боку, звернуть увагу на помник, ну, списы такие, и мы, навод в Минску, як робили, мы, был на экскурсии у микрорайонах, мы их не рекламовали про сайт, ну, там система такая, мы просим экскурсоводов подать заявку, я надаю заявку, мы заробили могольный спис, вывешиваем за тыдень на сайте, да, робим рекламу, люди заходят, глядят, и там, случайно так бывает, что человек раздруговывает спис, ну, у нас в Минску там за, там, суббота неделя, проходит, там, одночасово начинается, три-четыре экскурсии, да, у десять, у дванадцать, у четырнадцать, у шестнадцать, у восемнадцать, вот, и люди, вот, со списом бегают, вот, с радостью до вечера, как поспеть на максимум экскурсии, мы, от початка, делали так, что, частка экскурсий, не рекламуется для всех, а, паперовые обвески, развешиваются только у ты, микрорайоне, где будет проводиться экскурсии, как, ну, музей Волнов у, наулыкши, как пришли только местовые, ну, вот, с такой позиции, как не надо только местовых локализовать для своих, для микрорайонов, вот, ну, хотя, по-перво, конечно, на обвески не так, с молодыми людьми приходят, да, люди кружаются уже, по-первох обвесках, мне не злится, так, не излыбла эта форма, ну, и, у Минска это все больше и больше актим, в принципе, у регионах, вот, приблизна эта статистика, то есть, там, 800 человек в 2009-м, в 2013-м годе уже 2400, это было 57 экскурсий по Минску за два дни, и, каля 50 по регионам было проведено. У гэтом годе, вот еще не додали, у нас по Минску было 92 экскурсии за два дни, и гэта все разные темы, вот, вот, а мальчику все разные темы, и, по регионах, каля, сдается, 80 экскурсий было проведено, вот, ну, то есть, так само, вот, Витебск, я вам хочу сказать, отстает, потому что областные центры у нас уже, так, трошки, ну, не все, ну, вот, в Бресте у Гродно, у Гомили, з'явились свои инициаторы, какие, ну, сами уже там, створают списы, и, ну, там, у Гродно, там, 10 экскурсий прошло, у Бресте, там, 38, у Гомили, там, 5, не что такое, вот, а, вот, у Гомили, там, вот, и, ну, вот, мы глядим, это, конечно, вельми текарая форма, бо, я нам примушаю экскурсовода, трошки очухаться, бо, видать, экскурсовод, такая профессия, какая, с данным часу, становится ремесством, ну, ремесником становится, то есть, ты маешь, вот, это Минск обзорный, ты его провести, тебе за грошу заплатить, и ты его, там, вот, и, ну, 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 у каждого нормального экскурсовода, за счет того, у Зарашнику есть некая тема, якую, там, вот, он читает историю своего города, да, там фактик, там фактик, его складывается на некий маршрут, там, неизвычайный, там, по местинам Каранкевича, например, по католических крышторах, а, как бы, он ей не продается эту экскурсию, она его лежит вот так вот, и все, и вынеку отребывается, что люди есть, материал есть, а в Минску вот, третий цветной экскурсии, Минск, Минск спортивный, да, вот, и Фест, он да помог гэтым людям, вот, свою информацию подать, да, как бы, раскрыть ее, показать, сам экскурсию, я побачу, что людям гэта текава, и там на экскурсии, там, мифы-легенды Минска приходило, там, в этом году, 200 человек пришло, целый вид там, вот, на улицу магазинную, это теперь, улица Кирова, просто по улице, прогулка пришло там, 150 человек, ну, это неверно добрые, такие горкости людей, ну, часом отребывается, там, золотую горку, 120, там, Минск, крестары Минска пришло, так само, больше сотни человек, плюс экскурсоводов, это промышае не проявлять творчество, анимацийные бывают, с анимацией, так, с некими, там, маленькими сценками, текавыми, мы активизовали, ровные экскурсии, вельми, ну, у нас, в Миску Паширо, на ровных прокатиться, на экскурсиях, так, ну, текавые, дитячие экскурсии, туго, лего, а самоисправие, экскурсии для детей, это трудная джурка, в белорусском экскурсии на исправе, у нас снимают экскурсоводовики, ну, а мальчики снимают специально для детей, это так, не быто дети, это вот то же самое, видишь, хотя, ну, дитячие экскурсии, это совсем инший свет, это там, иншая методика, подача материала, побудового материала, ну, все, плюс угольничные, где требуют там, некие викторины, все остальные, трошки активизовались дитячие экскурсии, там, люди в костюмах приходят, так, специально для детей подают информацию, тому, для нас самих вельми не чаканно, они отрываются так, что фест ее, ну, ну, все мектаризуют, потому что Минску, вот уже 3 годы назад, там, вылком пачал водить экскурсии, на велосипедах, там, вискеды, нечто такое, ну, я так думаю, что это, все-таки, вы бачившие, как у нас, это отбывается, иншие организации, в яркости рекламы, проводят вот такие, бесплатные пешеходные, ну, их проводят, занимают экскурсоводов, для таких, бесплатных пешеходных экскурсий, ну, и, мы смогли показать, что вот, Минску, ее что, да, сдается город, так сами, разбомбленный, там, пять с половиной храмов, старых, и два квартала, а в Минску можно, вот 90 экскурсий, 90 тем, как бы, знайсти, там, по Кожьим храме, своя экскурсия, там, вот, православные монастыры, католинские монастыры, Минск там, Короткевича, Минск, Будкова, Минск, научательные установы, Минска, початку двадцатого, медичные установы, Минска, початку двадцатого, а также, вот, фотографы Минску, фотостуды в Минске в конце 19-20 года. И там даже очень незвычайные темы. У нас в этом году была экскурсия в Минске в Минске. Есть организации очень классные экскурсии, которые были по птушкам. Я постановил, не понравился, но мы ходили и слухали птушку. Ну и все такие схлопления просто. Ну и такие незвычайные речи. Там науковая библиотека Белорусского технологического университета начала проводить экскурсии детячие по своей библиотеке, по науковой. Я не говорю, что на земле там же мы здесь, но у семьи не подобаются. Причем там у нас такие цикавые дурки были, незвычайные. Это тоже просто на переграево у Москвы было. В последний год мы сделали экскурсию по проспекту Незалежности, а его проделали 14 километров. Экскурсоводы менялись, пять человек было, а экскурсанты заставались то же самое. Но мы попередили у всех, что так будет. И вот пять годин шла экскурсия, и мы прошли по всем проспекте. Экскурсоводы кожного година менялись, а люди вот шли. Эта была просто экскурсия... Ну, пачало человек может 70, вспомнил, что их 30. Ну, 30 человек дошло. Вот. Ну, тоже такая была трохи дурка, но они просто тиха у нас, если бы там есть что-то рассказать. Крацель таки некий полет фантазии. Съявляется у нас, у инших людей, какие нечто робить. И это вельми спрыяя развитию этой популяризации испачины. Люди начинают ценить то, что у них есть. Проходят, когда своих будинков, по яких каждый ходят на працу. Разумеют, что это нечто важное, качественное. Ну, и я мое надеюсь, что у ситуации некие небезпеки, их голос так само будет улучшать. У нас там, например, есть поселок тракторного завода. Вельми текавый, как конца 40-х годов. Такий особенный целый квартал, с там своей историей, с системой побудовы. Выдавал специально для рабочих тракторного завода. То есть, таки город у городе. И его так само разбираются износить, хотя, ну там, ну, вели не цикавый. И, ну, в принципе, отрымалося поднять серьезную такую шумиху. И в СМИ, дякуючи смотрящим фесту, экскурсиям на фесте по гэтым районе. Не веду, че отрымается отвоевать, але, поднимайся, позиция уже мощнейшая. Бо там десятые два репортажа по державам телебачений было на полназад, там, пошли пару год. И в газетах, вау сих, была информация, и экскурсии там проводятся, и уже сухольня с ней как избираются. Вот. Ну, бо люди походили, убачили, што это тихо, каштовно. Почели трохи ценить, и, ну, дай его подрымается. Там, конечно, непростая ситуация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...